Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы находимся на территории пищевого комбината «Подольский». В последнее время это предприятие привлекает внимание средств массовой информации, привлекает тем, что здесь создаются новые рабочие места, выпускается новая продукция. И сегодня здесь состоится встреча с главным редактором и ведущими авторами популярной московской еженедельной газеты «Завтра». Вместе с главным редактором, писателем Александром Прохановым, на комбинат приехал его заместитель, известный критик Владимир Бондаренко. Эти люди на протяжении многих лет в условиях травли и постоянных судебных преследований выпускают лучшую патриотическую газету России, отстаивающую наши национальные интересы. Газета «Завтра» отличается своей бескомпромиссностью в отношении нынешнего режима, что не мешает ей быть серьезным аналитическим изданием, публикующим статьи известных политологов, писателей, священников, представителей русской эмиграции. Этим «Еженедельник завтра» резко выделяется на фоне московских демократических изданий. Он привлекает симпатии всех тех, кому дорога Россия. Таких людей, к счастью, немало. Один из них – руководитель пищевого комбината «Подольский» Александр Фокин, выступивший инициатором сегодняшней встречи. Осенью 1993 года эти люди встали на защиту Конституции. Маститые писатели и руководитель предприятия. Они пошли на риск, отстаивая законность, борясь с разрушителями Отечества. И сегодня на своих местах они продолжают сражаться. Ведь развитие отечественного производства в нынешних условиях равнозначно выпуску оппозиционной газеты. Все это идет в разрез с генеральной линией правящей элиты. После беседы в кабинете директора Александр Проханов выступил перед работниками комбината. Вначале несколько слов из истории газеты. Мы открывались в 1990 году, еще при Советском Союзе, когда уже в воздухе висела беда. Уже видно было, что Горбачев с его окружением идет на развал страны, на создание здесь... Как бы пятая колонна уже действовала вовсю. И мы, газета, которая называлась газетой «День», выступили с резко антигорбачевскими публикациями. Мы очень короткие сроки познакомились и даже подружились с будущими членами ГКЧП. В нашей газете печатался Крючков, Бакланов, генерал Вареников. Мы подтягивали к себе все патриотические советские силы, где бы они ни находились. В армии, в КГБ, в литературе, среди промышленников, дизиков, будущий узник матросской тишины печатались у нас. И когда произошел вот этот вот августовский так называемый путч, мы выступили в поддержку ГКЧП, впрямую. Мы сказали, что мы газета ГКЧП-стов. Мы против развала страны, мы против Ельцина, мы против американцев. Нас закрыли. Всех наших товарищей и друзей посадили в каталажку. Нас называли, я помню, Александр Яковлев по телевизору говорили, что газета «День» — это газета путчистов. Там разрабатывалась идеология путча, там разрабатывалась идеология реванша коммунистического. На площадях, когда ревела толпа демократов, убедивших, там скандировали «Проханова на фонарь, Проханова повесить». Но мы выдержали это давление. Мы добились того, что наш газету опять открыли. И мы продолжали нашу патриотическую борьбу уже в новых так называемых демократических хельсинских условиях. Мы поставили себе задачу поднять упавший, поникший, бессловесный народ на сопротивление. В последнее время в западной печати появляются материалы о финансовых операциях семьи Ельцина. В частности, речь идет о парижском филиале лондонского банка «Барклай». Затронул эту тему и Александр Проханов. Вдруг пошли утечки, что в этом паре находятся счета семьи Ельцина. Там зарегистрирована фирма, в которой Дичин, как хозяин, имеет 97% основного капитала, а ее мать Наина и сестра Елена по 1,5%. То есть это фирма Дичин. И что на этих счетах до миллиардов долларов находится. И пошла утечка. Пошли утечки информации. Там в Барижской прессе, пока что еще как бы бульварной, желтой, несерьезной газете, пошла информация о том, что в Подницкой, Лазурный берег, Средиземном море, Бахар, куплено с семьей Ельцин 4 гектара земли. В лучших местах. Самые дорогие места. И там построена вилла, построен дворец. Такой величины и красоты, перед которой дворец Шейхов из Эмиратов. Кажется, просто такой избушкой, наверное, по их ножкам. И когда приезжал сюда Жак Шарак, Ельцин встречался с ним и просил закрыть эту информацию. Блокироваться эти утечки. И Шарак помещал там везет. Но наши газеты публикуют эти информации. Как нас после этого не убить, не убить, не запрещать? Недавний книжний скандал, связанный с именами Чубайса и его команды, не высветил, по мнению Проханова, гораздо более серьезные факты деятельности этих людей. Вот выкинули сейчас группу Чубайсов, знаете, да? Это так называют книжные дела. Это смехота, то, что говорят по этому книжному делу. Потому что Бойко, Максим Бойко, правая рука Чубайса, который был в госковом имуществе. У него отец, родной отец, Максим Бойко, является действующим офицером ЦРУ в Америке. Работает там. Значит, как может, объясните мне, сын действующего офицера ЦРУ, у которого имена не Бойко, а какая-то там, ну, типа Нудульман, не знаю, прозовут, находиться в ведущих правительственных отраслях? На газету «Завтра» нередко подают судебные иски. Сейчас этим занимается журналист НТВ Елена Масюк, не так давно вернувшиеся из чеченского плена. Но был ли плен? Когда Масюк взяли в плен, она там сидела, мучилась, весь мир страдал, о, какие мучили, какая отважная Масюк, надо ее скорее развалять. Все общественное сознание России перестраивалось в поддержку Масюк, отважная для женщины. Когда она приехала сюда, ее вернули с плена, она вернулась сюда вместе с Масхадом. Случайное совпадение. Масхадом прилетел, говорит, с Ельцина в Кремль, и под это дело сюда вернули ей Масюк. Мои корреспонденты, когда просматривали сюжеты, мы записывали сюжет телевидно-эдущий, они обнаружили интересную вещь. Там проникнул один маленький кадр, видимо, эти записи чайки чистили НТВ, но не все запустили. Там проникнул второй кадр, что уже на аэродроме Масюк сейчас такой прорезает себе волосы там на ветру. И они вдруг, мои ребята видели, что у Масюка, который просидел там 4 месяца в земляной яве плену, прекрасные ногти. У него длинные, хорошо ухоженные, отточенные лакированные ногти. Это поразило воображение. Как женщина находилась в земляной яве, в деревне, и умудрилась грижа сохранить великолепные руки, в чистоте ухоженные. Странно. Потом, только она сюда прилетела, вдруг она показала сюжет, последний свой яблый сюжет, первого сна, пленение, в котором она говорит с радуем, и радуем ей вещать о своей победе, о величии чеченского воина и о русском быте. Знаете, Елена Масюк чудом удалось сохранить эту кассету. Ты сидишь в гестапурском, допустим, за стенке, ты сидишь в тюрьме, где-нибудь, тебя водят на допросы, и ты там чудом удаешься сохранить эту кассету. Что ты здесь делаешь? И постепенно мы собирались слухи, выяснилось, что не хуй земной явы не было, что Масюк сидела на вилле у Басаева, что это была специальная операция. Под Масюк перекачали 8, при 7,5 миллионов долларов. Выкуп за Масюк, который здесь был, почти 8 миллионов долларов из бюджетных в основном сфер. А что значит? Опять русский бюджет бросил на выпук у Масюк 8 миллионов долларов, которые пошли, по-видимому, на поддержание военно-формирования чеченских террористов. В тяжелой борьбе отстаивают свое право на свободу слова журналисты газеты «Завтра». Но мы не видим у них пессимизма. Наоборот. Знаете, что существует в стране небольшие очаги информационных средств, которые за эти годы не сломались, не продались, не сдались и выдерживают страшное давление. Мы стоим на переднем крае борьбы информационной, и мы с этой линией не спрашиваем. После встречи мы взяли интервью у главного редактора газеты «Завтра». Александр Андреевич, Ваша газета много лет занимается тем, что пытается как-то формировать новую идеологию. Мы видим, что коммунистическая идеология изжила свою. На страницах Вашей газеты печатается много публицистов, которые представляют разные спектры, разные политические спектры, но ориентированные на русскую идею. Мы на пороге 21 века, которые буквально диктуют нам, что мы должны выработать свою идеологию. Ведь без нее мы не можем поднять ни экономику, ни воспитание молодежи. Мы просто не сможем вырваться из этих пут, в которых мы оказались. Уйти от этих качелей. Я имею в виду коммунизм и демократия. Вот эти две створки, которые не дают нам возможности действительно обрести свое лицо. Что Вы думаете по этому поводу? Я очень осторожно выслуживаюсь по этому поводу, потому что действительно, вот мою газету и меня упрекали, что мы слишком конкретно пытались формулировать контуры, идеологические, даже политические, в которые должна влиться сегодняшняя нация, сегодняшний народ. На самом деле, сегодняшний русский народ и русское общество настолько расслоилось, настолько фрагментировалось, в нем столько самых разных направлений, включая идеологических, что оно представляет себе как бы такой музей самых разных идеологий. Когда одна из этих идеологий вдруг становится главенствующей, другие начинают кричать, страдать и отторгать эту идеологию. Поэтому я бы сегодня сказал, что есть некая формула, с которой можно подходить к сегодняшнему русскому сознанию и к сегодняшнему политическому процессу. Сегодня в России все, кого Вы не возьмете, коммунистом или националистом, называют фашистами, бедняк или бизнесмен, крупный бизнес, мелкий бизнес, челнок, ларешник, даже уголовный авторитет, все они страдают, всем плохо, все в ужасе, потому что каждый из этих людей или слоев, они находятся, они лишенцы, они лишены своих прав, они лишены человеческих возможностей своих. Поэтому я бы предложил русскому обществу, независимо от того, кто они, коммунисты, либерал-патриоты или, может быть, даже либерал-демократы, которых я терпеть не могу, объединиться под этим эталоном, под соблюдением человеческих норм, человеческих прав, человеческих достоинств. И вот, поскольку все почувствуют себя вдруг обездоленными, они все соединятся под этим, потому что обездоленное человечество, обездоленный русский народ, он делает обездоленной и Россию. Поэтому, говоря, а повторяю очень осторожно, я бы выделил сейчас для русского общества такой лозунг «Права человека – права России». Будучи очень осторожным в деле формулирования русской идеи, она формулируется традиционно. Россия – великая страна, большой территории. Россия должна иметь сильную централизованную власть, чтобы управлять этим огромным территорием. Россия населена множеством народов, и каждый из этих народов должен иметь свой голос. Самый главный, определяющий русский народ, его основное свойство, его отличие от всех остальных народов мира в том, что он способен оценить проблему любого другого народа, поэтому русский – это вселенский народ, что мы будем строить свою государственность на основании религиозного и научного познания, что мы не будем только одним хлебом насущным питаться. Это очевидно. То есть Россия и русский – это такое создание божье, что оно не может жить по законам насилия, по законам олигархии, по законам подавления. Оно живет по законам интуитивным – любви, братства. Органично. Органично. И вот как бы нас здесь не ломали, как бы нас здесь не давили танками, как бы нас не пытали НТВ, мы все равно будем такие. Пускай уже в искаженном, в изуроданном виде, но мы все равно люди братства, люди артели, люди товарищества, люди любви и люди справедливости. Александр Андреевич, вот сейчас такая ситуация, что на глазах многие ярлыки как-то исчезают, растворяются. Ну вот в том числе и Ваша газета в свое время вызывала негативную реакцию в отношении новых русских. Ну в общем-то это уже стандартная ситуация. И тем не менее мы видим, что сейчас появляются новые русские, которые возрождают предприятия, которые помогают своим людям. И вот этот сам термин «новые русские» он уже становится неоднозначным. И это только одна из примет нашего такого ломкого времени. Их много на самом деле. Не говорит ли это о том, что действительно надо сейчас очень тонко присматриваться к жизни и отходить от тех стандартов, которые мы восприняли еще от коммунистической эпохи? Я с вами согласен абсолютно, потому что идеологии на самом деле плюс репутация целых классов и слоев, они же не создаются в кабинетах. Они проявляются на полях сражений, они появляются в атмосфере социальных катаклизмов и катастроф, или наоборот в процессе социального строительства огромного. И те слои, которых мы тогда называли «новыми русскими», и которые на первых порах, конечно, воспринимались с отторжением, потому что Березовский, имеющий 3 миллиарда долларов личного капитала, это, так сказать, «новые русские». Хотя он и гражданин Израиля был, или там Черномырдин, который все время похваляется своей связью с Оренбургской глубинкой, Зыкино поет ему Оренбургский платок, у него говорят еще больше долларов. Поэтому вот такие новые русские, которые выпили соки из страны, из недр, из земли, они по-прежнему отвратительные. Но, с другой стороны, много молодых, талантливых русских людей, которым предложено работать в новых условиях, в новом укладе, они поняли, что это земля их, что этот ручей их, что этот завод, на котором работал дед и бать, а это их, что пора объединяться здесь на своей территории. И вот особенно в губерниях, особенно в районах, особенно на уровне небольших городков возникает новый совершенно тип русских патриотов, который связан с новым укладом. У них свои заводы большие и небольшие, у них свои фермы, свои пилорамы, у них свой бизнес, у них свое начинает копиться богатство. И задача, мне кажется, их в том, чтобы при встрече с этим жутким хищным сверх капиталом, еврейским капиталом, уцелеть, потому что они жрут, они съедают, они сминают все на себе. Для этого они должны объединяться. И поэтому вот в этих новых, как вы говорите, новых русских, которые отличаются от тех вот новых русских, возникают новые диалоги, новый вектор. Но как только вот эти люди, о которых мы с вами говорим, станут самостоятельной, политической, повторяю, силой, они придумают себе другое название, они не будут новыми русскими. Это термин, связанный с самым страшным периодом нашей русской истории. Вот в этой связи вопрос о Москве, вы сегодня говорили, и про Лужкова. Москва – это другое государство. Вот мне кажется, сейчас самая большая опасность, что Москва, это действительно превращается в государство глубоко чуждое России, которое высасывает из России все деньги, высасывает кадры, которые потом трансформируются и уходят за рубеж. И вот этот процесс, он может привести к тому, что это как насос, который приведет действительно к обескровливанию, к обесточиванию России. И вот вы бываете, на периферии ездите, так сказать, по стороне, вы, наверное, видите, какая огромная разница между столицей и другими областями? Это так. Я просто не хочу быть как бы банальным, повторяю это, что провинция как бы с ужасом и с отвращением смотрит на московские пиры, на московские презентации, на вот эту всю московскую тусовку телевизионную, которая жеманится, кривляется, рассказывает свои полупохабные анекдоты, и на глазах у голодного народа пьет заморские вины и вкушает ясто. И Москва – это Вавилон. Но, несмотря на все это, вот повторяю, Москва для русского человека – это то же самое, что, может быть, Богородица для России. Здесь нужно быть очень бережным и как бы не проклинать эту Москву, которую сейчас оккупировала вся вот эта вот мразь, вся эта нелюдь такая. Потому что Москва по-прежнему свитой, это мистический русский город. У нас нет другой столицы. Петербург ее не заменят никогда. Москва – это наше сердце. Оно сейчас больное, ее отравили бактериями. Но Москва, повторяю, это самое драгоценное, что у нас осталось, так же, как Волга, понимаете, или орнамент русских звезд на небе. Поэтому, повторяю, Москва сейчас – это тяжелый элемент русской трагедии, но в недрах Москвы все те же наши соборы, святыни, наши баррикады 1993 года. Александр Ильич, вы еще известный писатель, у вас ряд романов, повестей вышли. Скажите, над чем вы сейчас работаете? Я вот кончил два романа, сначала я написал один и положил его в стол, не обрабатывал, но второй и тоже положил в стол. Сейчас начинаю работать. Первый большой роман, посвященный 1993 году, всей этой огромной кибернетики, которая произошла летом 1993 года, когда убивали оптинских монахов, когда взрывались наливники, когда происходили камлания колдунов, и произошелся большая национальная такая трагедия в Москве. А потом как-то все кончилось нашим восстанием в 2003 году. Об этом роман. И второй роман это Чеченская война. Чеченская война и банки, банкиры. Вот две темы. Но эти две темы как бы соединяются? Они соединяются, во-первых, во мне, как человека причастного ко всему этому. И они присоединяются в сегодняшнюю русскую историю, потому что они следуют одна за другой. Кстати, сейчас почему-то очень мало выходит романов о нашей современной жизни. Я не имею в виду уголовные романы, так сказать, а вот именно такие романы, которые в свое время Валентин Распутин в первой повести выпускал, «Прощение с матерой», то есть то, что показывало современную жизнь. Вот в течение последних десятилетий мы видим, что как-то писатели, многие затаились, они как бы выжидают. А что же все-таки будет дальше, чтобы потом сесть за стол и описать то, что есть? Что вы можете сказать на этом? Во-первых, книжный рынок захвачен этими бестселлерами и серьезные работы, которые пишутся и есть, они не пускаются на этот рынок, потому что как бы политика коммерческая на рынках, она тоже в руках тех же самых дельцов захваченных. И они пускают на рынок только подделки, только порнуху, только насилие, только вот этот криминальный роман или роман, воспевающий жизнь новой буржуазии, новой аристократии. И просто серьезные романы не выходят туда. А второй аспект, вы правы, ведь к сегодняшней действительности прикоснуться очень тяжело и страшно, рванет или ударит током. Поэтому работать в современной вот этой вот какофонии, а современная какофония это политика прежде всего, это не жизнь отдельно взятой семьи или души, это жизнь страны в целом, это жизнь нашего как бы божественного космоса, трагедии. Здесь нужно мужество, и этого не у всех находим. Александр Ильич, я пожелаю вам мужества, успехов, чтобы ваша газета действительно не просто приобрела еще больше популярность, а чтобы она, извините за банальную фразу, но овладела умами. У вас в Подольске хорошо дышится, видит Бог, у вас здесь несколько часов всего, но я знаю, что у вас так же трудно, как везде, но здесь очень много умных, добрых, талантливых, отважных людей. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова